Приветствую вас! С точки зрения психотерапии, речь идет о том, что ваша память отражает ваше желание. То есть вы не помните то, к чему у вас есть особые отношения, вы этого можете даже не осознавать. А дежавю связано с тем, что какие-то вещи, ну, вы видите какое-то повторение тех вещей, которые, с которыми вы пересекает. Вот. И, соответственно, память, она работает, вот, если нет физиологических нарушений, то память работает исключительно, а в таком вот контексте, хочу-не хочу, как бы, то есть, ну, то есть, вот, чего-то хочу, да, допустим, я это могу забыть, если у меня, допустим, ну, если у меня, допустим, ну, если у меня нет уверенности, к примеру, что я могу это реализовать, допустим. Вот. То есть, это про, это, это про, ну, про такой аспект идет речь. Вообще, вообще, я проговариваю. Вот. Понимаете? И, да, соответственно, нужно смотреть. Нужно смотреть, что именно в этом бывает. Нужно смотреть, почему вы это забываете. Ну, то есть, вот, как происходит этот процесс. Так. Процесс. Ну, ну, как происходит процесс забывания. Вот. Вот. И, что именно вы, вот, видите в качестве дежавю. То есть, тут вот, эээээ. Как бы можно, согласиться, наверное, с коллегой в том, что имеет смысл вам проверить Ну, проверить себя у врача, да, то есть посмотреть, ну, просто посмотреть, все ли у вас в порядке. Хорошо ли, например, головной мозг снабжен кровью, вот. То есть, ну, вот в этом направлении, как-то, все, понимаете, если, если все здорово, если нет никаких проблем с этим, она имеет место быть такая вот чисто психологическая история, и, ну, в таком случае вам для чего-то, да, и почему-то вам, получается, хочется, хочется это забыть. То есть, что это? Что это? Это, например, это вытеснение того, что вы хотите? Или это избегание того, что вы хотите? Или, может быть, еще какие-то есть, ну, причины, да, так вам себя чувствовать? Ну, мне кажется, что это нужно разобрать просто. Так вот, более подробно, чтобы не слепую, да, давать ответ, а чтобы все-таки так более устойчиво в плане, ну, в плане аргументов было, потому что сейчас вот нету почти никакой информации о вас. Только конец, да, только следствие, только следствие есть в вашей проблематике, а этого все-таки мало. Вот. Поэтому, я думаю, так, в принципе, можно ответить вам на вопрос, на ваш, который вы задаете. То есть, ваша, ваша обеспокоенность, она, в принципе, понятна, да, тут, да, тут, как бы, ну, любой человек был бы обеспокоен ситуацией со своей памятью, вот. Но переживать, сильно переживать за это, да, наверное, тоже не стоит, потому что, если раз только в этом проблема, то тут, вот, с большей долей вероятности, она психологическая, значит, она вполне решает. Потому что, ну, я уверен, что, если бы у вас были более серьезные проблемы органические, то, ну, мне опять же так кажется, что были бы другие, другие еще, такие симптомы, вот, которые бы вас выбивали бы из, ну, из колеи. Вот. Так что, такой момент. Вот, когда это началось у вас, надо, надо рассмотреть, когда это началось. Вот. Надо посмотреть, что происходило, когда это началось, ну, вот. с вашей жизнью, с вами, что происходило. Может быть, какие-то эпизоды в вашей жизни были, ну, случились, что это привело, ну, вот, к такому состоянию вашему. Вот. Может быть, какие-то еще вещи происходили. Вот. То есть, тут мне кажется, что, вот, нужен такой анализ, анализ вашей все, вашей ситуации. Вот. Вот, и я думаю, я думаю, что все решаем, на самом деле. Но все равно, в избежание риска, я рекомендовал бы обратиться в врачи. Вот, как, в принципе, мой коллега вам и порекомендовал. Вот, потому что, ну, мало ли, мало ли, мало ли, что у вас, может быть, какие-то вещи все-таки органически вас беспокоят, а работать психологически с органическими аспектами, это значит наносить прямой вред. Такой ответ, надеюсь, что помог вам. Если понравился, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.